МИР ВАМ И БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ Максим Грек. Он действительно греческого происхождения, он действительно очень ученый человек, знал языки, страдал, был и в тюрьме шесть лет заточения, потом в Твери был сослан, наконец был освобожден и поселился в Троице-Сельговой Лавре. Вошел в историю как великий подвижник, поборник православия, защитник истинной веры и истинной жизни и чистоты. И по сей день мы восхищаемся его трудами, пользуемся его трудами, его научностью, построением. И, конечно, этот человек является для нас примером и маяком, зовущим к научному исследованию, к научной работе, познанию духовных истин и светских истин, чтобы мир наполнялся разумными, мудрыми, научными, богословскими сочинениями, трудами и православным свидетельствам о нашей вере. Зачем крестить младенцев, которые еще не веруют? По вере родителей и по вере крестных и церкви. Православная церковь крестит, потому что младенцы могут умирать. А мы веруем, что в Царство Божье войдет только крещеный человек. Тот, кто связал свою жизнь с Господом Иисусом Христом. Ничего не сказано о младенцах, где они пребывают, когда умирают при рождении, однако церковь верит, что крещеные младенцы пребывают, аки ангелы на небесах, прославляют Господа и находятся в светлом месте. Поэтому по вере нашей мы совершаем крещение и воспитываем человечка маленького в христианском духе. В общем-то, так и должно быть. А не так, что пришли, окрестили и забыли. И тогда считайте, что некрещеный человек. Его надо причащать, исповедовать, учить, пока в здравом уме и сильной воле этот младенец не станет взрослым человеком. Как не попасть в зависимость от компьютерных игр? Во-первых, родителям, если это дети, надо следить за временем этих игр. А если взрослый человек строго держать дисциплину, и, конечно же, действительно надо крепко помолиться Господу, попросить ограждения души от дьявольских нападений, потому что энергия компьютерных игр в общем-то захватывает и душу, и тело, и лишает разума человека. И бывает трагедия. Компьютер, интернет и все прочее, наверное, даны нам для пользования в рабочей обстановке, в научной, в помощь. А когда мы превращаем в похоть, то, конечно, порабощаемся этим явлением. Только молитва и знания греха растраты времени на неполезное дело. Мир вам и Божье благословение! Человеку свойственно увлекаться, так пусть это увлечение будет труда, просвещению своей семьи, посвящено детям, женам или мужьям, науке. Мы без этого не можем. Мы обязаны трудиться и стараться защищать самих себя верой, молитвой и разумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова